Всем привет друзья. Камера на вас. Мы сегодня в Винерсе. Быстренько заскочили купить чай. А вот сольницы сразу тут смотрим. Мы хотим солянку и для перца. Но можно взять или крутилки или вот такие. Как ты говоришь, мне нравятся дырочки. Там вообще были огромные дырки. Здесь еще ничего. Глянка, тихонько, не скрипи. А вот это? Ну это тоже крутить или нет? Ну да, типа мини такие. Ты крутишь их. Просто у нас такая была. Она у нас распалась почему-то. А, это шейкерс. А, ну пойди, смотри, сверху дырочки, да? Да, ну это уже с наполнителем. То есть у них тут пять. Пять дырочек сверху, видишь, в каждом. А здесь побольше. Ну здесь типа легче будет все равно. Ну так предлагаю, берем-то и идем. Ну да. Рассматриваем. А вот смотри. Свинки? Вот. Нет, у нас просто дырочки. Здесь побольше, здесь поменьше. Ну все. Взяли, идем. Двигаемся дальше. У нас такой небольшой этот супермаркет, где все есть. И одежда, и всякие приборы, и чаи, и продукты. Все, все, все. Кто не смотрел наши закупки в Инерсе, можете посмотреть. Золотые или медные? Ну тоже здесь крутить надо. Да, вот эти крутят. Так, ищем чай, друзья. Мы здесь в прошлый раз брали. Там, наверное, да? А, нет, не там. Здесь вермишель. Вроде бы здесь, в этом отделе. Вот там, в соседнем отделе. Так, всякие печенюшки, чипсы. Есть там место нам, где встать? Вот смотри, кофейный горшок. Пустой. Кофе. Ну мы такие кофе не пьем. А вот для круп. Такие керамические. Ну, дорогая получится, да? Ладно, вводим. Так, мы тут протиснем, excuse us. Так, смотрим. Конфетки вкусные, интересные. Но конфетки нам не надо. Нам не надо. Да, нам не надо. Так, смотрим чай. Давайте, ребята. Мачо. Сейчас в инстаграме очень популярна эта тема. Все пьют мачо. Это в пакетиках. Мы ищем рассыпной. Кстати, вот этих рассыпных, что мы брали в прошлый раз, черные. И его нет. Давай вот тогда вот это мачо. Есть и пакетики. Здесь непонятно. Вроде бы. Да и непонятно написано. Вот меня лично напрягает. Вот когда ты берешь и, ну, вот такой вот почек. Антон, а еще здесь сзади тебя нет? А, о, кстати, вот это, да. Но это просто баночки. Баночки? Да. Пустые. Ничего себе. А вот это уже чай. Вот мы брали вот это. Ну, мне он не сильно понравился. Обычный черный. Необычный черный. Написано loose tea. Это значит необычный, а loose. Хорошо, смотрим. Так, что мы тут нашли? Нашли мы, кстати, в отделе клиренса чай. А, это клиренс? Да, что нам повезло, по 4 доллара. Один зеленый чай здесь заварка. С жасмином мы берем. Ну. Второй, красный чай написано. На 30 чашек. Туда идет кокос. Имбирь. Да. Корица. Кардамон. Кардамон. Чтобы мы не переборщили со специями. Он будет, может, перченый. Да, ну тогда только зеленый, да? Зеленый? Давай. Зеленый точно. Жасмином я люблю. Ну все, берем это. Хоть что-то. Сахара. Сахара. Джасмин. Да. 4 доллара, да? Да. А вот смотрите сколько чая. 108 пакетиков. Прямо такая палка. Угу. Так, в принципе, все в пакетиках, кроме вот этой штуки. Ну то, что мне не понравилось, да? Да. То, что тебе не понравилось. Тоже 4 доллара. Ну 100 грамм. Возьми. Так возьми черный. Зеленый ей, черный вот этот будет. Ну все, давайте. Двигаемся. Один вид только, да? Да. Просто у тебя тут сколько? 60 грамм. 60 грамм. 60 грамм. А у меня 100. Ну. Все, двигаемся на кассу туда? Да. Да. Так, Улянка, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в маленьком магазинчике, да? Мы приехали за посылкой и ее оставили здесь в магазине. Ну, просто открыт как бы небольшой филианчик. Дополнительный день. Да. Готово? Yes. Я разюгдаю. Так. Как ты думаешь, что там? Как тебе там нашел посылки? Не знаю. Не знаешь? Короче, какая-то странная система. Они приехали, поставили просто бумажку. А адреса на бумажке нет. Толтое дело. Толтое дело. Как-то маленькая дорога. Да ты что? Уже мусорника нету. Не знаю, посмотрим. Как это? Утилизатор отборит? Да. Мусорник для памперсов. Это все? Да. Только одна баку? Да. О, есть. Окей. Что здесь? Кофе можно делать, да? Ну, такой придорожный. Ну да, как заправка, да? Ну, типа двойков. Тиалет. Да, хорошо. Есть все-таки, да? Что-то да. Вторая коробка. Одна маленькая, одна большая. Мы все в подготовках к родам. Забираем посылочки. Домой приедем, распакуем, покажем обязательно. Так что не переключайтесь. И Уля на свои посылки покажет еще. Итак, друзья, так как мы и обещали, мы вам быстренько покажем, что же мы получили, какие новые посылки. И ждали мы их недолго, приблизительно 10 дней. Да? Да. Вот. Как бы такие вот приколяжки нужные в то же время. Помоги, Лен. Это у нас утилизатор памперсов. Первый. Вот такой вот. Вот быстренько. Ну, как бы мы посчитали, что нужное, быстрое, комфортное. Оно сразу заворачивается в пакетик. Все эти штучки будут стоять возле нашей кроватки. Выглядит, как вы понимаете. Да. Вот так вот. Вот быстрое. Откроем. Здесь уже идет кассета. А она и писалась в инструкции? Я не помню. Мы, по-моему, заказывали отдельно. Да. Ну, ладно. Да, вот кассета. Ну, и плюс там еще должна была быть в наборе. То есть, или мы кассету отдельно заказали, или в наборе она и шла. То есть, смотрите, все запечатано. Ага. Все классно. Интересно. Вот такие вот. Мы быстренько их снимаем. Раз. А можно после твоего мое? Обязательно. После твоего, да. Нет, ты, потом я. Вот эти вот. Ты вот этот, потом я свое. Так, смотрим. Здесь мы достаем. Как вы поняли, то, что надо. Ага. Мусор. Вот. А здесь? Human weight. А, вот. Нажимаем ногой. Угу. Раз. Угу. И открылось. Да, то есть, мы вставляем кассету, все очень просто. Вставляем кассету, пакетик, кидаем памперс, он его сразу упаковывает и уходит в мусорку. То есть, ничего не воняет, не пахнет. Да. Удобно, удобно, быстро достали и вынесли. Угу. Интересно, да. Так, мусорка готова. Теперь моя очередь. Это называется утилизатор памперса. Теперь моя очередь. Так, давай сначала закончим с детскими, а потом перейдем к тебе. Следующий вид. Следующий. Это ложечки. Так, это уже от Toys. То есть, такие это от Toys. Да. Это заказ пришел от магазина Toys. Да. Просто здесь ложечки, мы еще градусник заказывали. Да. Нету? Ммм, нету. Пакетики, да, для утилизатора. Угу. Памперсу мы заказывали. И градусник, да. Термометр. Термометр для воды. То есть, здесь ложечки они складываются. Удобные для кормления ложечкой. Правильно? Они травл называются. Покажи. Травл пакетики. Чем они нас заинтересовали? Вот. То есть, такое вон футлярчики. Не пылится, ничего. Складывается удобно. Да. Это мы заказываем специально, чтобы может витамин D давать ребёночку. Туда молочка немножко. То есть, смотрите, защищено даже BPA. Это что, есть ему? Ну да. Stay clean folding design. И travel spoons. Easy fold. Классно. Как-то странно, можно было прислать. Моя очередь уже детская закончилась. Ну давай, проёвочка. Давай. Что у тебя там? Вот смотрите, вот она и смотрит. Что это такое? Это Лио. У меня сутка в гимнастику. Гимнастический костюм. Гимнастический костюм, да. Так смотри, у меня ещё и с резинкой. Да. Тебе тоже шли с резинками, да? Да. То есть, мы заказали в специализированном магазине. Тут ещё сзади. Спина вообще шикарная. Для гимнасток. Иди померяй. Я померю. Ну, показывай. Мне очень нравится. Конечно. Так вот выглядит. Вы брали по возрасту или немного? Не-не, 10 лет. По возрасту, да? Да. Спинка вообще шикарная. То есть, у них даже свой лебед стоит, да? Гимнастический. Да, да. Вот специализированный магазин. Плюс, как бы, был якобы фендрайзинг для самого клуба, куда Ульяна ходит. Ну, мы решили заказать. Стоимость сколько было? 60 долларов. Да что это такое? Дороговато. Довольно. Я очень рада. То есть, практически каждый год нам надо покупать ей костюм, потому что это костюм для соревнований пойдет. Не-не, для соревнований у нее другой. Вот он экзактно? Да. Хочешь показать? Да. Так ему надо будет новый заказать. Иди показывай. Нет, он хороший. Можешь просто принести его. Не, ну пусть, а он красивый, да. Да? Ну хорошо. Мы тогда еще заказывали на 10 лет. То есть, немного побольше, да. Ух ты, какой красивый у тебя костюм. Так, этот костюм специально для соревнований. Да, это же фирмы, кстати. Да, и соревнования у Лианы намечаются через месяц. Нет, два. Вроде бы. Повернись. И то, будем надеяться, что не запретят их. Да. Вот, как бы это костюм номер два. Так, показывай, что у тебя еще. Все девочки будут в одинаковых цветах в костюмах, правильно? Да, мальчики тоже. Потому что мальчики в этих цветах? Да, только мужской костюм. Ну, для спортивной кофты, где написаны их эмблемы, клубы и все такое. Другое у меня чехол. Так, пришла еще одна посылка. У нас неделя посылок, друзья. Ну, показывай. Чего? Дай Антону пусть поможет тебе. Нет, я знаю. Давай, открывай. Садись, потому что свет плохо падает. Оно уже было открыто. Давай. Открывай, показывай. Что же мы тебе заказали? А, ты сама себе. Она себе заказала и сама купила за свои деньги. Ничего себе. Так, чехол для телефона. Жидкий? Жидкое стекло. Да. Папуль, одень на ее телефон, покажем, как оно выглядит. Классно. Нравится? Ну, такой силиконовенький, чтобы не побились углы, все как положено. Сколько ты заплатил денег, ты помнишь? Эйтин долар. Эйтин долар, да. С доставкой, да? Пришло за два дня, само золото. Класс. Такой красивый. Не, очень классный. Я не ожидала, что будет такой эффект. Я тоже. Я думала, хуже будет. И что тебе там еще стилус положили в подарок? Мы не ожидали, не просили, не заказывали. Ну, как бы. Я вообще не знала, что это такое. Ручка. Ну, я говорила, что? Да ты тоже думала, что ручка. Ты пришла Антону, сказала, что это ручка. Нет, я думала, что ты имела в виду ручка играть на телефоне. А-а-а-а, это я, значит, одна не поняла. Там, типа, когда ты играешь, там, типа, игру, и ты этим пользуешься. Ну, хорошо, понятно. Ну, какие-то пользуются руками, но ты можешь еще... Ага, ручкой такой. Ну, все, иди, прядь свои подарки. Да, я пока быстренько, друзья, пользуюсь случаем, распакую то, что мы купили. Недавнюю нашу покупку. Коска, это было в нашем списке. Так, друзья, это не детская покупка, это непосредственно для наших машин. Мы взяли такой ручной пылесос, он, я думаю, меньше будет, смотри. Значит, что мы имеем? Пылесос, чехол, классно, зарядочка для батареи. Щетка одна, даже шла. Круто. Насадка, чтобы хорошо по углам всем пройтись, это монтировать, что-то непонятное. Ну, быстренько давайте оттверг посмотрим. Так, вот такой вот пылесос фирмы Black & Becker. Можно со списка вычеркивать. У нас он был в списке желаний. Можно вычеркивать. Так, вот так вот мы как-то так вставляем. Я так понял. Или нет? Да. И вот эту штучку. Не, не вот эту. Вот эту тоже нет. Вот эту. Ого. И вот эту. Вот. Ну, его надо зарядить. Я думаю. Ого. А, ну, проверяем. Проверяем. Патрон. Угу. Ну, в принципе, неплохо. То есть удобно. Нам не надо тянуть наш пылесос на улицу. В этом была и идея. Нам быстренько пропылесосить в машине. Можно еще на заправках или на мойках. Вот мы ездим мыться. Там закинуть 2 доллара и тоже пропылесосить. Что, в принципе, не так удобно. А здесь взял, понес с собой. Ни шланг не надо таскать вокруг машины, ни провод. Пропылесосил быстренько между сиденьем. Почистил мобильно, мощно. А что вот это? А? Подставка. Зарядка его заряжать. Ага. То есть смотри. Ага. Что? Он даже как-то разглаживается. Так, это можно достать. Ух ты. Что? Куча всяких приколов. Так он вставляется. Наверное, как extension больше. Что такое extension? Типа удлиняю. Ага, все. Понятно. Компактный. Ну. Так, все, друзья. Значит, разобрались мы быстренько. Значит, можно его в конфигурации, смотрите, как бы складывать, раскладывать под любым углом. Так. Это мы достаем, щеточку ставим. То есть можно полисосить. Да? Щеточкой подчищать. Мыть фильтр. Что тоже, в принципе, прикольно. Сюда. И, да, это сюда, это сюда. О, снимается, помыли. Ставили. Ага, не надо отдельные фильтра, да? Покупать. Ну, возможно, со временем, как бы. Но, в принципе, здесь ты мусор высыпаешь. Ага. А здесь его просто моешь. Привет. А все довольно-таки удобно, приятно. Ставили в зарядку. Ага. Я думаю, как-то. Ага. Просто неровная поверхность. Неустойчивая. Вот так вот, раз. И все, он стоит. Супер, да. И заряжать. Да. То есть у нас есть, мы можем пылесосить или так, или до далеких углов здесь и добраться. Щеточки. В принципе, что и надо. Все. Да, вау, вау. Мобильно, удобно. Вот. Поэтому, я думаю, наше видео подошло к концу на сегодня. Наших небольших распаковок, покупок. С тем, кто остался с нами, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо за просмотры. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.